Я, конечно, ни на что не намекаю, но что-то мне подсказывает, что я тут была кукла. Она реально плачет кровавыми слезами. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Олес. И, бро, бро, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И, бро, вы видели видео, как вчера я получил куклу, которую я потом же и выбросил. Потому что с ней явно было что-то не то. Если вы увидели прошлое видео, то вы понимаете, о чём я просто вчера её оставил здесь, а когда вернулся, у неё были ножи в руках. Естественно, вы, скорее всего, подумаете, что это всё неправда, фейк. Но вы бы знали, насколько это было страшно, когда я это увидел. Поэтому, бро, я принял решение выбросить куклу. И отвез её где-то за тысячи километров на какую-то очень странную заброшенную мусорку, где её точно бы никто не нашёл. Но когда я вернулся домой, через пару часов, я увидел волосы куклы у меня на дверях. И, поверьте, мне было совсем не смешно. После чего я взял, просто выбросил на улицу те волосы, тот парик, который был на кукле. Я просто его выбросил. И, казалось бы, на этом всё закончено, но я думаю, вы уже заметили с начала видео, что у меня что-то не так. И, если честно, я бы сам в это не верил, пока не увидел это утро в зеркало. У меня появились синяки на шее. Вот. Я надеюсь... Вот, я надеюсь, эти синяки вам сейчас видно. Один где-то здесь, а второй здесь. И третий ещё появился здесь. Как будто, вот знаете, как будто кто-то брал душил, но не обычными руками, как это обычно происходит, а маленькими. Как будто это были руки куклы. Если... Ну, вы сами посмотрите, синяки очень маленькие. Как бы здесь тоже. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... Что-то мне подсказывает, что это была кукла. Потому что они появились сразу же после первой ночи. Как только она появилась, эта кукла. Ну, брусь, скажу вам честно, ночью я вообще ничего не чувствовал. Я спал сладким сном. Я даже не подозревал, что за мной может что-то такое, типа, прозойти. Но поверьте, это вот... Это просто жесть. Я спал спокойно, ничего не чувствовал. А наутро, когда я проснулся, пошёл умываться, чистить зубы. Я увидел это. И... У меня был просто ступор. Я... Я просто даже не знал, что мне сказать, что делать. Поэтому я сразу же взял камеру и записал это видео. Чтобы вы увидели, что произошло. Ну, это реально просто жесть. Там тупо синяк, как будто от маленькой руки куклы. Здесь то же самое, вот. А ещё, бра, в прошлом видео я... Дал вам условие, что если мы на это видео наберём там... Некоторое количество лайков, 3000, по-моему. Я отправлюсь на мусорку и снова попробую найти эту куклу. И вы набрали эти 2 или 3000 лайков. Очень быстро, кстати. Поэтому мне остается только одно. Отправиться на ту мусорку опять и найти ту куклу. Ту грёбаную куклу. И посмотреть, что с ней там происходит. Ну, если честно, мне само очень интересно, что с ней происходит. Но судя по тому, что у меня на шее, она от нас ещё точно не отвязалась. Поэтому я думаю, что из реально туда сесть иди посмотреть. Окей, прощайся, сесть иди по ку... Что это за пи***ц? What the fuck? Я же вчера выбросил это. Если вы не знаете, то этот парик был от куклы. Я всё же вам советую посмотреть прошлое видео и увидеть, откуда это здесь взялось. Но, блин, я же его тоже выбросил и всю ночь был заперт. Как он оказался здесь? Да ещё двери были так открыты и закрылись. Со скрипа в конце. What the fuck? Come on! И что мне теперь с этим делать? Получается, что кукла реально ещё от меня не ушла. Синяки. Парик здесь. Окей, ладно. Нам всё же нужно отправиться на мусорку и посмотреть, что там происходит с куклой. Сейчас поеду на мусорку. Блин, а что с париком-то делать? Ему нужно выбросить. Скорее всего, да, выброшу парик. Окей, ладно. Сейчас ездим на мусорку. Посмотрю, что с куклой. Сниму эту. Ебать. Какого хуй? Быстрее камеру. Блин, я всё снимал. Бро, там была кукла. Вы это видели? Я вывозил за тысячу километров от того места, где я живу. И она сейчас находится у меня в веранде. Около главной двери. Что? Как это всё происходит вообще? Окей, это мне не даёт покоя, что у меня в доме есть какая-то кукла-убийца, которая хочет явно меня убить. Мне нужно как-то от неё избавиться. Окей, как мне это сделать? Плохое освещение, поэтому качество чуть-чуть потрёпано. Стоп. А что это у неё на глазах? What the fuck? What the fuck? Она плачет кровью. Это что-то... Нет, стоп, это ещё может быть не кровь. Если красная, не обязательно кровь. Нет, это всё же кровь. Комон. Да что, блин, с этой куклой не так? What the fuck? Её голова... Её как будто просто бы... What the fuck? Её как будто оторвали волосы. Почему она вообще здесь стоит? Что, блин, с ней происходит? Что это за демон? Чего-чего, но этого я точно не ожидал, бро. Это просто жесть. Она реально плачет кровавыми слезами. И она пришла сюда и стоит у меня. Прямо около главной двери. Что это, бро? Что мне делать, бро? Что мне делать с этой куклой? Ведь это реально жесть. Вы только вглядитесь в это. Бро плачет кровавые слезами. А я точно не хотел бы увидеть в реальной жизни. И, блин, я это как раз и увидел в реальной жизни Я просто в шоке Я в шоке от того, что здесь происходит От всего этого От этой куклы, от этих синяков, от этого парика, который сам телепортируется ко мне в дом Я просто в шоке Я тупо не знаю, что мне делать Бро, если ты, может, что-нибудь знаешь, что делать в таких ситуациях То, пожалуйста, я тебя очень прошу Напиши об этом в комментариях Или, может быть, у кого-то из вас здесь догадки Тоже, пожалуйста, напишите, что в таких ситуациях делать Потому что я не знаю Я очень надеюсь на вашу поддержку о том, что вы скажете, подскажете Это просто вонос мозга, реально Я первый раз в таких ситуациях Да, было что-то с этим домом Но, блин, телепортирующаяся кукла, которая хочет меня убить Намного страшнее, чем дом с призраком Я просто в шоке Пожалуйста, бро Я очень тебя прошу Напиши что-нибудь об этом в комментариях Свои догадки, что делать Я думаю, стоит уже закончить видео Потому что Я просто больше не хочу это снимать Это просто реальный ад Окей, бро, на этом все С тобой был Сергий Онис И, бро, поставь лайк Ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды А мне очень приятно И, бро, давайте на этом видео наберем 2 или 3 тысячи лайков И тогда я попробую провести сеанс эксорцизма над куклой Это когда, типа, выгоняют демона из тела И, бро, сразу же, просто сразу же Бери и подписывайся на мой канал Чтобы вступить в мою супрем банду Ведь в предотвремене супрем банда будет над всеми Кто не с нами, тот под нами Так что, бро, решать тебе Либо подписываться на мой канал, чтобы быть такой крутой банде Либо быть под нами Под 80 тысяч человеками Поэтому, бро, решай все в твоих руках Супрем банда Либо быть под нами И, бро, подписывайся на мой крутой инстаграм И, кстати, бро, там выходят очень страшные фотографии Ну, прям Тебя стоит на то увидеть Поэтому быстрее Ссылка в описании Осталось бы все равно для тебя Переходи и подписывайся на мой инстаграм А также, бро, пиши мне в директ И я, бро, отвечу именно тебе Из всех тысячи сообщений именно тебе Поэтому быстрее Ссылка в описании Пиши И да, бро, вот коммент из-под прошлого видео Я не забыл Господи, какие же они идеальные Бро, не расстраивайся Ты тоже можешь последующее видео Всего то, что тебе стоит Это нажать на лайк, колокольчик А затем написать свой комментарий А нажать на лайк, колокольчик Обязательно, ведь я проверю И, бро, большинство из вас написали комментарий Но не поставили ни лайк, ни колокольчик И в надежде, что попадете в следующее видео Но как бы у меня есть программа Я проверяю, или вы нажали на лайк, колокольчик Поэтому вот так вы тоже не попадете ко мне в видео Лайк, колокольчик, затем коммент Если под вашим комментом нету никаких комментов Так вы попадаете в следующее видео Вот такой вот, бро, простенький билет ко мне в видео Поэтому быстрее пиши коммент Ставь лайк, колокол И ты уже видео А на этом всё, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока!